Дорогие друзья, Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию Храм Святого Николая Чудотворца в Архангельске. В центре города, на набережной Северной Двины, уютно расположился один из красивейших храмов Архангельска. Свято-Никольский храм. Храм Николая Чудотворца. Легко узнаваемый, он своей необычной благолепной архитектурой радует глаз и прихожан, и простых прохожих. Появление храма напрямую связано с историей мужского Николокорельского монастыря на Белом море, расположенного в 35 километрах от Архангельска. Известный с 1419 года монастырь долгое время имел важное торговое значение и служил чем-то вроде морских ворот страны. К концу 16 века Николокорельский монастырь имел подворье в Холмогорах, Вологде, Великом Устюге и даже в самой Москве. Подворье Николокорельского монастыря появилось в 1587 года и в Архангельске, в самом центре торговой улицы, ныне набережная Северной Двины. В 1719 году архиепископ Холмогорский Ивашский Варнава распорядился устроить на Никольском подворье деревянный дом, а при нем часовню. Из Никола Карельского монастыря были перенесены животворящий крест, согласно старинному преданию, пожертвованный царем Федором Алексеевичем, а также чудотворная икона святителя Николая. С давних времен святитель Николай почитался православными людьми, как покровитель мореходов, рыбаков и охотников. Северяне считали, что святому Николаю Богом наперед милость дана, и он может без посредников обращаться к Богу, поэтому за ним закрепилась слава скорого помощника, способного чудесным образом спасти в самый последний момент. Место для Никольской часовни вблизи причалов было выбрано не случайно. Здесь бывали моряки, рыбаки, крестьяне и люди, отправляющиеся в морские путешествия. С годами часовня сильно обветшала. В 1861 году было решено на месте часовни построить храм, при этом так, чтобы теперешняя часовня и лицевое строение вошло в фасад предполагаемого здания. Церковь разместили в каменном двухэтажном здании 1787 года постройки. В 1866 году церковь осветили в честь святого Николая Чудотворца. Церковь и примыкающие к ней строения бывшего монастырского подворья за время его существования не поменяли своего места расположения. В храме находились чудотворная икона святого Николая, покрытая ризой из чеканного серебра под золотом. Но к началу 20 века старинное здание Никольского храма полностью обветшало, ведь ему было уже более ста лет. В связи с этим было решено снести старый храм, а на его месте начать строительство нового каменного храма. Автором проекта «Новой церкви» стал архитектор Андрей Андреевич Каретников. Он был одобрен 10 мая 1903 года в заседании строительного отделения Архангельского губернского правления. Торжественное освящение главного престола в честь святителя Николая Чудотворца состоялось 7 ноября 1904 года. 8 ноября был освящен предельный престол в честь иконы Пресвятой Богородицы. Церковь, казалось, бросала вызов существующим церковным канонам. Обычно церкви ставят алтарем на восток, в Никольской он обращен на юг, ведь архитектору пришлось вписывать новый храм в периметр здания подворья Никола Карельского монастыря. Церковь своим декором напоминает раннюю христианскую базилику. Две свечи маковиц, небольшой квадратный тамбур сбоку, переходящий в колокольню, и декоративная кладка кирпичных стен придают Никольской церкви особенно одухотворенную красоту. Поставленная на бойком месте, она находилась в двух шагах от городского рынка и пристани. В этом районе всегда кипела жизнь, храм был очень посещаемым. После революции 1917 года все движимое и недвижимое имущество Никольского подворья подлежало национализации. В 1920 году был закрыт Николокарельский монастырь. Никольский храм усилиями верующих еще какое-то время оставался действующим. Часть имущества храма, в том числе чудотворный образ святителя Николая, передали в расположенную поблизости Рождественскую церковь. Но и этот храм разделил судьбу Николокарельского подворья. После этих печальных событий, сменивших друг друга, среди старинные иконы святителя Николая, перед которой молились многие поколения северян, затерялись. Часть имущества храма, в том числе чудотворный образ святителя Николая, передали в расположенную поблизости Рождественскую церковь. Но и этот храм разделил судьбу Николокарельского подворья. После этих печальных событий, сменивших друг друга, среди старинные иконы святителя Николая, перед которой молились многие поколения северян, затерялись. В 1924 году здание церкви передали клубу воинской части. Была убрана колокольня, снят купол с крестом. Постепенно здание пришло в плечевное состояние. В 1992 году началось возрождение храма. Ремонт длился два года, и почти все это время сложили молебны Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу. Настоящим чудом стало обнаружение на потолке и верхней части ее стен старинных росписей, украшавших ее в начале 20 века. 2 октября 1994 года состоялось освящение Никольского храма епископом Архангельским и Мурманским Пантелеймоном. Так был возвращен к жизни храм с интересной судьбой, а город снова обрел одну из своих святынь. Спасибо за внимание!